Ну и важное заявление сегодня сделал Павел Колобков. По словам министра спорта, его настораживает медлительность в работе Международного Паралимпийского Комитета в опросе восстановления членства России Паралимпийского Комитета в организации. Хотелось бы, чтобы они работали немножечко, чуть-чуть побыстрее, и все-таки сотрудничество между Паралимпийским Комитетом Международным и Паралимпийским Комитетом России было более плотно, и наблюдалось бы больше желания со стороны Международного Олимпийского Комитета вот этот вопрос разрешить. А тот факт, что опять неназванные фамилии упомянутых в докладе Макларена Паралимпийцев, это вообще правомерно? Ну там немножко другие процедуры происходят. Вообще никакие фамилии нигде не называются, как вы видите сейчас. То есть там еще раз Международные Федерации, Международные Федерации, Международные Олимпийские Комитеты, они проводят в отношении своих спортсменов, определенные внутренние расследования, они вообще не называют фамилии, если вы сейчас видите. Но я считаю, что это неправильный подход, надо все-таки заработать в плотном сотрудничестве между национальными федерациями, Международными Федерациями, Международными Олимпийскими Комитетами и своими международными организациями, чтобы вообще понять, о чем идет речь. Потому что, по сути дела, есть доклад, есть куча каких-то приложений, какой-то информации, а якобы там... Но еще раз, хотелось бы, чтобы принять какие-то обоснованные законные решения доказательные, ну, должно быть детальный разбор по каждому, там, вот, возможному случаю. А насколько в плотный час Министерство спорта сотрудничает с нашими лыжниками? Подавали они протест против временного отстранения? На следующей неделе уже должен быть какой-то, по крайней мере, предварительный ответ. Ну, я уверен, что у нас в Федерации достаточно профессиональная работа сотрудники, юристы, которые помогают и на нашем спортсмене в быти с такой, действительно, сложной федерацией. Я считаю, что отстранение наших лыжников также является не незаконным, не обоснованным. Тем более, учитывая то, что, вы знаете, что Легков, Мелов и все остальные лыжники, они готовились и к Олимпийским играм. Вообще проводят большинство времени подготовки, проводят за рубежом. Готовятся многие под руководством иностранных тренеров. Пожалуйста, мы открыты, проверяйте все пробы. Они вызовут более 20 проб в течение года, были сданы в международных лабораториях. Поэтому я уверен, что международная федерация прислушается вот к этим доводам и примет решение в пользу спортсменов.